Новослободский парк Сегодня от былого величия монастыря осталось не так много строений, которое напоминает о его первоначальном облике. Перед нами чертеж главного собора 1893 года. После революции храм подвергся сильной перестройке. Его использовали под нужды учебного заведения. Внутри были построены этажи, фрески замазаны, клокольня была снесена, снесли также главы куполы. Если бы мы оказались внутри, перед нашим взором открылось прекрасное убранство собора с уникальными фресками русского художника Виктора Васнецова. Им был расписан центральный купол с опорой своды. Остатки его фресок до сих пор выявляются в ходе последней реставрации зданий под шпаклевкой. Сохранившиеся чертежи фотографий начала 20 века позволили нам реконструировать внутреннее пространство храма и воссоздать частичный коностас. Работа по поиску, анализу документов и воссозданию виртуальной реконструкции еще ведется. Сейчас мы находимся во внутреннем дворе. Боковой фасад собора закрывает лестница. Раньше на ее месте располагался боковой вход с двумя небольшими колоннами. Если посмотреть в сторону улицы Новослободской, к храму примыкает каменная стена. Это один из небольших фрагментов участка монастырской стены, который сохранился до нашего времени. Проезжие ворота в монастырь возводились вместе со строительством собора. Проецируя чертеж 1893 года на современную улицу, мы можем представить, как выглядело это место в начале 20 века. В монастыре располагалось одно из первых в Москве зданий женской гимназии, построенной в 1909 году. Здесь проходили занятия высших женских богословских курсов. Напротив гимназии, по другую сторону улицы Новослободской, в 1915 году было построено здание общежития для слушаний и экскурсов и для преподавателей. Строение эксплуатировалось также, как доходный дом. Рядом с храмом располагалось двухэтажное каменное здание монашеских келий. Оно стояло напротив рукодельного корпуса. А сейчас совершим небольшое путешествие во времени. Давайте перенесемся на территорию монастыря на 1917 год. Субтитры создавал DimaTorzok